Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций «Введение в Священное Писание Нового Завета». Тема лекции «Церковное понимание богодухновенности». Начиная с апостолов, многие выдающиеся христианские писатели касались вопроса богодухновенности Священного Писания. В некоторых случаях очень подробно рассматривали его. Детальный исторический анализ церковного учения о богодухновенности содержится в замечательном и незаслуженно забытом труде русского дореволюционного исследователя Дмитрия Сергеевича Леонардова «Годы жизни» с 1871 по 1915 год. На протяжении 10 лет в журнале «Вера и разум» с 1898 по 1907 год он публиковал целый ряд статей, посвященных этому вопросу, которые, к сожалению, никогда не вышли в виде отдельного издания, но в совокупности представляют собой несколько сотен страниц текста. Дмитрий Сергеевич Леонардов начинает анализ церковного учения о богодухновенности от мужей апостольских и апологетов, затем переходит к Оригену, святителю Иоанну Златоусту, касается других церковных авторов древности, а потом рассматривает также католическое средневековое учение, реформацию и доходит в своих исследованиях до XIX века. Сегодняшняя лекция построена как раз на основе его труда, потому что он в ряде случаев, анализируя древних церковных авторов, дает прямые цитаты, а в большинстве случаев, ссылаясь на конкретные труды церковных писателей, дает достаточно емкое и краткое резюме относительно их учения о богодухновенности. Будем отталкиваться от тех его трудов, которые связаны с анализом церковных авторов вплоть до святителя Иоанна Златоуста, то есть того периода, той эпохи, когда церковное учение о богодухновенности в целом было сформулировано. Для того, чтобы излагать нашу тему, необходимо выделить в учении о богодухновенности два аспекта. Первый аспект – это богодухновенность как акт, как действие, то есть рассмотрение процесса передачи откровения вести от бога священному автору. А второй аспект – это уже богодухновенность самого текста священного писания и переводов текста с языка оригинала на другие языки. Сегодня рассмотрим первый аспект, поскольку он является основополагающим. Чтобы сформулировать определение богодухновенности с церковной точки зрения, необходимо вначале обратить внимание на отдельные аспекты учения богодухновенности, то, как они понимались в ранней и древнехристианской церкви. Можно выделить следующие аспекты церковного учения о богодухновенности. Первое. Действие благодати Святаго Духа. Святой апостол Петр во 2-м послании в 1-й главе в 21-м стихе говорит, «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Получается, что во время передачи божественного откровения от Бога священному автору действует Дух Святой. Но он действует так, чтобы направлять священного автора. Полностью Святой Дух не отнимает у пишущего текст человека человеческие способности и таланты. Поэтому в церковной традиции имеется такое понятие, как синергизм, или иногда называют синергия, то есть сработничество человека Богу. Бог вдохновляет, Бог направляет, но человек движется под этим водительством Святого Духа, избирая путь, отталкиваясь от своих собственных способностей и своих возможностей. Вот подобное водительство священных авторов Святым Духом так и называется в Ветхом или в Новом Завете. «Быть в Духе» в книге Откровения, в первой главе, в девятом стихе мы читаем. «Я был в Духе в день воскресный», пишет святой апостол Иоанн Богослов. Похожее выражение использовалось и в священном писании Ветхого Завета. То есть такие фразы, как «исполнение пророка силой Духа Господня», книга пророка Михея, 3 глава, 8 стих, или «сошествие Духа Господня» на священного автора, 1 книга Царств, 10 глава, 6 стих, и книга пророка Езекииля, 11 глава, 5 стих. Пребывание в Духе священных авторов – это очень важное выражение, которое указывает на то, что Бог не только обращается к ним, но именно руководит их деятельностью, говорит в их словах, потому что святой апостол Павел в послании к евреям, в 1 главе, в 1 стихе использует такое выражение «Бог многократно и многообразно говоривший отцам во пророках», то есть в пророческих словах. Поэтому получается, что передает Бог свою весть и направляет священного автора, дабы он мог эту весть уяснить и изложить. Второй аспект – принадлежность автора к определенной богословской традиции и его автора праведность. Опять же, на основании учения апостола Петра во втором его послании, где он говорит, что произносили пророчества святые божьи люди, мы можем сделать вывод, что необходима и праведность автора, и принадлежность к определенной богословской традиции. Интересно, как высказывались на эту тему писатели древней христианской церкви. Например, Татьян в годы жизни со 112 по 185 писал следующее. Цитата. Дух Божий не во всех присутствует, но пребывает только в некоторых праведно живущих людях и соединяясь с их душою посредством откровений, возвестил и прочим душам о сокровенных вещах. Ну и очень интересно говорит об этом моменте святости и принадлежности к традиции святитель Василий Великий годы жизни с 330 по 379. Цитата. «Каким образом пророчествовали чистые и просветленные души, соделавшись как бы зеркалом Божьего действования, они показывали в себе ясное, не спутанное, не потемненное плотскими страстями изображения. Дух Святой пребывает во всех, но собственную силу свою обнаруживает в тех, которые чисты от страстей, а не в тех, у кого владычественное начало души омрачено греховными нечистотами. Как изображение лиц видим не во всяком веществе, а только в гладких и прозрачных веществах, так и действие духа отражается не во всякой душе, а только в душах, которые не имеют в себе ничего строптивого и ничего развращенного». Конец цитаты. Эти мысли очень важны, потому что показывают следующее. Далеко не каждый человек, даже принадлежащий к той или иной богословской традиции в Ветхом Завете – это традиция Ветхозаветной Церкви, в Новом Завете – это традиция Господа Иисуса Христа и Апостолов. Далеко не каждый был способен стать автором текста, который позже был признан священным. В силу этого, в силу этого церковного понимания акта или процесса Богодухновенности, мы можем утверждать, что взгляды скептических школ, согласно которым и у книг Ветхого Завета могло быть множество разных соавторов, и, конечно же, взгляды этих же скептических библейских школ, преимущественно 19 века, на то, что и в Новом Завете могли быть какие-то компиляции, написанные были книги не одни бы тем же авторам, эти представления разбиваются о наше понимание того, что не всякий, не каждый человек способен принять, усвоить и изложить божественное откровение. Вот почему, когда в древности составляли список священных книг, этот список получил название «канон», то придавали очень большое значение тому, в какую эпоху жил автор. Если автор не жил в эпоху апостолов, то такую книгу даже весьма значительно по своим богословским достоинствам не принимали в канон, о чем мы чуть позже узнаем, когда будем рассматривать эту тему и говорить о мураториевом каноне. Следующий аспект церковного учения о богодухновенности. Бог, когда открывает истины, сообщает не любые знания, а только знания о себе, о сотворении им, Богом, мира и о отношении его, Бога, к этому миру. Поэтому было бы совершенно неверным ожидать в Священном Писании, что мы найдем истины, касающиеся физики, химии, математики. Более того, известно, что излагая именно богословские истины, авторы древности, например, авторы Священного Писания Ветхого Завета, формулировали свои мысли, апеллируя к привычным для человека древнего мира физическим или геологическим или космическим представлением. Поэтому мы можем найти, например, в Псалме 74 или в Псалме 103 представление о том, что Земля неподвижна и покоится на неких столбах. Да, с точки зрения современной естественной науки это неверно, но Священное Писание не касается вопросов естественных наук. Оно открывает другие истины, и поэтому именно эти истины и Бог передает, и мы ищем прежде всего в Священном Писании. Следующий аспект, то, что Бог побуждает священного автора к изложению того откровения, которое ему Бог открыл. В некоторых случаях это побуждение можно увидеть в словах «То, что видишь, напиши». Книга Откровения Иоанна Богослова эта фраза присутствует в первой главе, в 14, 19, 21. Или же через такую фразу «Напиши себе эти слова». Это уже в Ветхом Завете книга Исход и книги пророков Иеремии и Иезекииля. Один из случаев представляет особый интерес, потому что в нем видно, как Бог не только предлагает того, кого он избрал в священные авторы, донести и записать весть Божию, но когда этот избранный начинает отказываться и убегать, Бог делает так, чтобы у него фактически не было выбора, чтобы он все-таки выполнил свою миссию. Речь идет о пророке Ионе, который был послан к совсем другому народу, к неневитинам, а этот народ не знал ни Господа, Ягве, Бога Израилева, и поэтому не знал и религии Ягве, и вряд ли стал бы к нему, к пророку, прислушиваться. И он не хочет туда ехать, в Неневию, в Ассирию, пытается убежать, но, как мы с вами знаем, у него это не получается, и в конце концов он идет туда, через определенных лиц попадает к царскому двору, может говорить даже с царем, и говорит настолько убедительно, что неневийский царь услышит его весть, и, соответственно, его слово произведет должное действие. Неневите не покаются, а сам Иона напишет книгу, которая носит его имя. Но вначале он не хотел этого делать, поэтому Бог не только побуждает, а в данном случае даже целый ряд действий производит, дабы Иона все-таки выполнил свою миссию. Следующий аспект. Личный вклад библейского автора в изложение истины. Уже в древности было понятно, что каждый из священных авторов вносит достаточно большой вклад в то, чтобы изложить откровенное учение, но при этом не согрешает, то есть не допускает ошибок. При этом то, что он, например, священный автор по-своему тематически или наоборот хронологически излагает материал, это показатель того, что у него была определенная цель и определенная задача. Об этом пишет, например, Папий Иерапольский, когда говорит о деятельности святого апостола Марка. Цитата. Марк был переводчиком Петра. Он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил. Заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно. Поэтому, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что вклад священных авторов в ряде случаев был очень значителен, но не в том смысле, что они что-то сочиняли от себя, а в том смысле, как они оформляли, в какую форму облекали божественные истины. И в этом отношении, конечно, очень показательным является четвертая Евангелие, потому что Иоанн Богослов формирует новозаветную терминологию. Иоанн Богослов является предтечей отцов капотокийцев, которые в четвертом веке ради выражения точного учения о Святой Троице и о Христе используют небиблейские термины усия, природа и ипостасис, личность. Так вот, в Евангелии Иоанна Богослова в прологе мы встречаемся с тем, что он с одной стороны использует редкое слово, редкий термин «логос», который, собственно, означает «слово». Этот термин встречается еще у евангелиста Луки во введении к Евангелию, когда он, Лука говорит, что исследовал то, что делали служители слова, под словом, конечно, имея в виду Господа Иисуса Христа. Поэтому в зачаточном состоянии термин «логос» «слово» по отношению к Иисусу Христу, конечно же, используется в церковной среде, но Иоанн Богослов берет его как один из основных важнейших терминов богословия, но кроме этого используют и целый ряд других терминов «моногенис Иос», «единородный сын», для указания на то, что это единственный подобного рода сын, нету других таких же, или «кэфеос ин ологос», и «богом было слово», однозначно указание на то, что Сын Божий является Богом в буквальном смысле, или по существу, по природе, если мы используем каппадокийскую терминологию. Ну, а, конечно же, еще и до Иоанна Богослова мы знаем, что апостол Павел, например, в послании к Колосинам, в послании к филиппийцам ищет терминологию, ищет ту словесную оболочку, в которую необходимо облечь учение о том, что Иисус воплотившийся есть Бог. Он использует то термин икон, образ, то термин морфи, феул, это тоже образ или форма Божия, но Иоанн Богослов идет несколько дальше и завершает подобного рода формирование терминологии. Поэтому, конечно же, вклад, личный вклад библейских авторов в деле откровения тоже весьма значительный. Епископ Сильвестр Малеванский годы жизни 1828-1908 следующим образом объясняется участие человека в передаче божественных мыслей, которые он сравнивает с семенами, брошенными в землю, в душу библейского автора. Цитата. Богодухновенность по представлению древних учителей церкви не была одним исключительным делом Божьим, а была явлением гармоничного сочетания и внутреннего взаимодействия в лице богоизбранных мужей двух начал божественного и человеческого, из которых первое, то есть божественное, получало не только главное, но и господствующее положение, но тем не менее не вытесняло собой и действия другого начала, оставляя ему свое приличное и должное место. Дух Святый вкладывал готовые мысли в души вдохновляемых им мужей, ведомым ему одному образом, но эти мысли, подобно семенам, проникая вглубь сознания человеческого и сами им проникаясь, естественно, должны были принимать те обычные и ограниченные формы, в которые облекается все, что не проходит через это сознание. Этот оттенок человеческого, набрасываемый работой личного сознания на мысли божественные, понятно, ничуть не уменьшает их божественного характера и силы, а напротив, ясно свидетельствует об их животворности. Следующий аспект церковного учения о богодухновенности – обращенность к современникам. Понятно, что, как священное писание Ветхого Завета было предназначено не только современникам Моисея, тем, кто вышли вместе с ним из Египта, но и последующим поколениям евреев, так и священное писание Нового Завета было обращено не только к первым христианским общинам, но также и к многим-многим следующим поколениям христиан, в том числе и к нам с вами. Однако, чтобы быть оцененным, сохраненным и переданным следующим поколениям, это божественное откровение должно быть понято и усвоено современниками священного автора. Поэтому мы с вами должны констатировать, когда священные авторы обращаются, излагая божественное откровение, они, конечно же, прибегают к языку, который был понятен и знаком их современникам, а иногда и даже сообразуются с определенным нравственным уровнем, с определенным познавательным уровнем тех лиц, кому они обращают слово Божие. Отсюда следует следующий аспект церковного учения о Богодухновенности – адаптация божественного откровения к адресату. Действительно, мы с вами видим в Евангелии от Иоанна, как Господь Иисус Христос постепенно возвышает представление иудеев о нем, как о Сыне Божьем, в переносном смысле, как о праведнике, к представлению о нем, как о Сыне Божьем, в прямом, буквальном смысле, как именно о Боге. И вот подобную же задачу, когда иногда необходимо было адаптировать божественное откровение к адресату, выполняли как авторы Священного Писания Ветхого, так и Нового Завета. По этой причине они прибегали очень часто к языку символов, к образному языку. И поэтому очень часто, особенно в Ветхом Завете, можно встретить антропоморфизмы, когда какие-то свойства Божьи сравниваются с частями человеческого тела. Мышца, десница, Божья, это Божье могущество или Око Божье, это Всеведение Божье и так далее. Использовались и антропопатизмы, то есть, когда человеческие страсти берутся для того, чтобы охарактеризовать свойства Божьи, например, гнев, реакция Божья на какие-то проступки человеческие и так далее. Ну и, конечно, одним из таких приемов использования образового языка стали притчи, которые активно использовал Господь Иисус Христос во время своего общественного служения, потому что люди, которые еще не могли понять полноту его откровения через притчи, через придуманные истории, в которых есть некая аналогия с духовной жизнью, через размышления над этими придуманными историями, могли понять хотя бы в первоначальном виде божественные откровении. Конечно, адаптация к адресату могла происходить и иначе. Когда мы смотрим на первые три Евангелия синаптические, мы констатируем, они написаны до разрушения Иерусалимского храма, когда еще общались между собой христиане и евреи, и христиане надеялись, что есть возможность кого-то из евреев обратить в христианство, и, видимо, это происходило. Поэтому, когда первые три Евангелиста пишут евангельскую историю, они опускают, умалчивают о наиболее напряженных диалогах между Христом и иудеями. Но Иоанн Богослов, который пишет четвертые Евангелия после разрушения Иерусалимского храма, в конце первого века, совсем в другой среде, в Эфесе, в Малой Азии, обращается к читателям из числа язычников, бывших язычников, воспитанных в греческой и римской культуре, он уже не имеет необходимости умалчивать об этих острых диалогах и их приводит. Это, конечно, тоже показатель того, что первые три Евангелиста вынуждены были адаптироваться к своему адресату. Естественным выводом из того свойства учения о богодухновенности церкви, о котором мы сказали чуть ранее, что священные авторы обращаются к современникам, является и следующий момент. Они говорят в определенном историческом, культурном, экономическом, политическом и религиозном контексте, прибегают к языку, который понятен был людям для Ветхого Завета. Это 15 век до Рождества Христова, следующие века, но для Нового Завета тем людям, которые жили в первом веке по Рождестве Христовым. И поэтому, чтобы нам в полноте узнать божественное откровение Нового Завета, конечно же, необходимо учитывать и политический, и экономический, и религиозный контексты той эпохи. Сформулировав все вышеуказанные моменты, мы можем дать церковное определение учения о богодухновенности Священного Писания. Богодухновенность Священного Писания это действие благодати Божией на укорененного в богословской традиции и ведущего праведную жизнь библейского автора, при котором Бог открывает ему истины о себе, своем отношении к миру и о своем промысле по спасению человека, а также побуждает его, чтобы он изложил эти истины своим современникам на понятном для них языке в конкретной исторической, религиозной и культурной обстановке. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры!